Александр, вы довольно поздно переехали в Дворец спорта, через два дня старт чемпионата. Как это может отразиться на подготовке команды? Мы переехали вчера еще, и, честно скажу, даже и не думал об этом, как именно Дворец спорта. У нас как бы и вариантов не было, потому что только сейчас приготовили, Дворец спорта загружен, и поэтому не знаю, как оно повлияет. Будем надеяться, что положительно. Вы сейчас становились в Броварах, правильно базируетесь? Какие у вас условия проживания, какие условия тренировок? У нас постоянно это база, мы базируемся, ну как проживаем Гранд Спорт Отель в Броварах. Очень душевно и гостиница, питаемся там по соседству в кафе. Все очень дружелюбно, все там переживают, и, в общем-то, отличные условия. Что касается тренировочного процесса, двухразовые у нас были ледовые тренировки и тренировка атлетизма. Все ли спортсмены, хоккеисты сейчас прибыли, уже переехали в Дворец спорта, или вы еще кого-то ждете? Нет, уже все. Это вот сегодня еще подошел, у нас был последний травмированный, на которого мы еще надеялись, Денис Петрухно. Но сейчас подошел, сказал, что, скорее всего, не сможет принять участие, и поэтому уже больше никого не ждем. Как отразится на команде отсутствие капитана Захарова? Лично мое мнение, что это, ну, как бы такой удар, скажем, именно по команде, потому что Витя, мы знаем, как он стремился и залечить травму, и как бы, ну, капитан, он есть капитан. Но, тем не менее, все ребята готовы, и, как говорится, из-за того парня готовы сражаться и биться, и под шайбы ложиться, и все, в общем, то, что надо делать, готовы делать. Большинство в нашей сборной – это молодые ребята. Могли бы вы объяснить комплектацию состава? Это вот, по вашим ощущениям, на что способны наши спортсмены? Ну, вот, как мое видение, задача тренера национальной сборной – это, в общем-то, есть же ряд одинаковых хоккеистов, и правильно определиться именно с составом. И вот это вот задача тренера, и, ну, где-то даже интуиция, может быть, и поэтому, ну, по готовности ребят, конечно, больше, то есть, там, кто себя проявил в последних матчах за клуб больше, и, ну, как бы, совокупность вот этих всех, ну, как бы, сторон, она и приводит к тому, что вот мы определяемся с составом. Но вы лично довольны своими воспитанниками? Конечно же. Какие наставления и, вообще, какую основную задачу вы ставите перед сборной на чемпионат мира? Ну, честно говоря, мы, как бы, так особо не растягиваем. У нас есть сейчас первый соперник, и мы готовимся к нему, настраиваемся, и, как бы, то есть, по мере поступления всех вопросов мы так и готовимся. Проблемы решаете по мере их поступления. Венгрия, Венгрия первая, правильно? А вот оценивали ли вы игру соперника, вы кого считаете самым основным соперником? Я уже несколько раз говорил, что основной соперник – это мы сами. Если мы, мы просим ребят, как бы, чтобы они не боялись, не боялись проявлять свои лучшие качества, даже если есть ошибки, не боялись делать ошибки, там, в конце концов, не боялись даже и проигрывать. И, ну, и, как бы, раскрывались полностью и доставляли удовольствие, конечно же, в первую очередь и себе, и болельщикам. Почему? Потому что, ну, любая работа должна доставлять удовольствие, прежде всего, самому себе. Поэтому основная проблема у нас самих, конечно же, мы разбираем и соперников, смотрим видео, как они там выходят из зоны, как оборону строят, как 5-4, большинство разыгрывает. И, в общем-то, разбираем, готовимся сейчас пока конкретно к Венгру. Кого, кроме Захарова, капитана которого не будет, к сожалению, в этом чемпионате, вы бы выделили в сборной, так сказать? На кого возлагаете наибольшие надежды? Ну, все-таки у нас, как бы, не буду таким этим, как бы, но командный вид спорта, естественно, кулак, команда, семья. Да, вот это вот, ну, хоккейная семья наша, я думаю, за счет именно вот коллектива тоже у нас будет шансы на хорошее выступление. Вы уже два года с ребятами, правильно, второй сезон. Сложились ли у вас какие-то традиции, возможно, какие-то специальные обряды перед играми? Есть такое у вас коллективное, коллективная традиция? Конечно же, есть, как и в любой команде. Могли бы вы назвать, ну, пример, привести пример? У нас остаются в раздевалке эти вещи. После чемпионата мира, может быть. То, что чемпионат мира пройдет в Украине, по-вашему, это плюс или минус для нас? Знаете, вот с той, с тем, как бы, энтузиазмом, который сейчас проявляют организаторы именно чемпионата мира, я думаю, однозначно он пойдет на пользу. И, в общем-то, ну, хотелось бы, конечно же, не подвести. То есть, ребята заряжены. И, в общем-то, все руководство Оргкомитета, и те, которые ребята проводят, в общем-то, все мероприятия, ну, думаю, однозначно пойдет на пользу. Почему в этом году не будет товарищеских контрольных матчей? Не успеваете? Ну, товарищеские игры, они, как бы, планируются заранее. У нас поздно мог закончиться чемпионат украинской хоккейной лиги. И, ну, в общем-то, ну, как есть, так и есть. Как уживаются в сборной игроки? Какой дух, какая атмосфера царит в команде? Потому что совсем недавно еще ребята сражались между собой в чемпионате Украины. Игры за сборную, ну, как бы, я не беру ни хоккей, ни Украину. Вообще, вот, игры за сборную – это большая ответственность. И, ну, люди, которые приезжают в сборную, я думаю, у них, как бы, вот эти все вещи забываются. И, поэтому, ну, это особое состояние, особый, как бы, особый дух. Тут, ну, как бы, ты представляешь страну, и все должен отдать ради этого. И, ну, как бы, какие-то там обиды или там, ну, я думаю, такого нет. Не то, что я думаю, я уверен, что такого нет. Тем более, ну, как бы, в нашем коллективе, потому что все ребята, ну, и воспитаны, и, в общем-то, человеческие качества у всех на высоком уровне. А общаетесь ли вот с ребятами, с командой вне соревновательного и тренировочного процесса? Там гуляете, общаетесь вместе? Конечно же, и у нас есть, вот сегодня идем в кино, например, вечером всей командой. Поэтому, да, это общение за пределами площадки, оно, как бы, основное. Потому что, ну, хоккей, это все-таки, он, как бы, и хоккей. Ну, жизнь, она все равно за пределами, и, в общем-то, у нас дружный коллектив, и я доволен всех, кто есть, и как работают, и отношения к делу, и как мы общаемся. Ну, вопросов нету здесь. Вы строгий тренер? Бывают ли разногласия с ребятами во время на льду? Ну, как бы, таких особо нету. Бывают, конечно же, тут рабочие моменты, но таких, чтобы, явных каких-то этих, ну, я стараюсь быть справедливым. Насколько, по-вашему, психологически готовы ребята побеждать? Ведь, ну, состав, как я уже говорила, ну, очень молодой. Средний возраст 23 года, если я не ошибаюсь, поправьте, если что. 22 числа посмотрим. Надеюсь, что готовы и психологически, и физически, и все, все вот эти вот качества, которые нужны для побед, то есть мы подготовлены по полной программе. Вот два дня сегодня и завтра еще тренировки, правильно? То есть, как сейчас проходят тренировки, на что делаете упор? Сегодня у нас игровая тренировка, ну, вот так вообще, как бы, проигрываем все моменты, выход из зоны, там, ну, все, что надо, там, большинство, меньшинство. В позиционную атаку. Вчера ребята на тренировке упомянули, что нет билетов даже для родных. Скажите, этот вопрос как-то поднимался в федерации, либо в министерстве? Вчера спросили, вроде нам дали такой ответ утвердительный, что все будет, да, все будет отлично. Вообще, как оцениваете, ну, вы уже упоминали организацию чемпионата мира, как участвуют министерства спорта, федерация хоккея в финансовом вопросе? То есть, насколько финансово мотивированы игроки вообще? Они получают зарплату, правильно? В клубах получают зарплату. За участие? За участие в чемпионате? Нет, ну, конечно же, есть премиальные. Просто, наверное, надо спросить у президента федерации, если он даст разрешение сказать, какие это премиальные. Я пока... Это секрет? Да, это не секрет, но, как бы, оно, так как принято, оно не выносится на... А если не секрет, сколько получает тренер национальной сборной? Секрет. Я просто, если скажу, вы будете смиряться. Ну, так вот, в этом и проблема. Почему спорт... На самом деле, все нормально. Знаете, опять же, милые ребята просто никогда не жалуются. Потому что, ну, такое, ну, когда жалуешься, а мы потом и судьбой там выходим. Поэтому у нас все хорошо, мы довольны и рады. Такой очень философский общий вопрос. Есть ли будущее хоккея в Украине? Естественно, есть. И будем надеяться, что он не за горами. Почему? Потому что даже там... Там у меня бывает время, когда там и детей потренировать, и с родителями детей пообщаться. То есть, ну, как бы люди с... Ну, не знаю, фанатизмом, может, такое слово. Но, опять же, те же родители, насколько вот они преданы. Ну, в первую очередь, конечно, своим детям. Ну, и отсюда идет, как бы, и любовь к хоккею, и преданность к хоккею. То есть, в общем-то, сколько ребятишек ходят заниматься, с каким удовольствием. Поэтому, надеюсь, что все-таки начнем строить хоккейные площадки, и все у нас будет хорошо. Главный вопрос, где тренироваться? В Украине, к сожалению, с этим... Да, да. Я, ну, это имел в виду, что, конечно же, не хватает катков. Отсюда, может быть, у нас и там пока все такое шатковалка. Но надеемся, что оно все изменится, и построим катки, и будем развиваться и идти вперед. Вы, наверное, знаете, что недавним распоряжением Министерство спорта хоккей не включило, к сожалению, в топ-10 приоритетных видов спорта. Как бы Вы прокомментировали это решение, и с чем это связано? Ну, честно скажу, как бы, ну, это такое дело, оно, как бы, ну, нас оно особо не касается. Ну, это статистика, там, может быть, и, ну, определили и определили. Спасибо.